Уже второй раз читатели «Комсомольской правды» помогли украинским беженцам гуманитарной помощью. Необходимые вещи собирали жители Москвы, Тулы, Калуги, Брянска, Орла и Курска. В Воронеже сделали большую остановку. Горожане принесли много игрушек и детских товаров. Самым ярким подарком стал проектор с диафильмами, который обязательно принесет радость детям беженцев. Вечером 27 июля две фуры с 21 тонной груза прибыли в Ростовскую область, в которой сейчас по самым скромным меркам размещено 40 тысяч беженцев. Первую машину разгрузили в городе Каменске-Шахтинском. Гуманитарка попала на склад спасателей, которые ежедневно развозят ее по гостиницам, санаториям и домам местных жителей, где живут беженцы. Как раз в этот момент на базу за предметами первой необходимости пришла украинская семья. Они тут же получили часть вещей, привезенных комсомолкой. Вторая остановка – самый большой палаточный лагерь на Дону. Пункт размещения на тысячу человек недавно развернулся у въезда в город Донецк Ростовской области. Гуманитарная помощь здесь нужна больше, чем где бы то либо. Очень много детей в лагере. Наверное, детские ванночки какие-то, миски какие-то, чтобы можно детей было помыть. Много детей, беременных женщин. Вот нужны коляски, кто нуждается в колясках. А так кормят хорошо. Медицинское обслуживание хорошее. Такого ажиотажа журналисты КП не ожидали. Люди, живущие в поле недалеко от границы, остро нуждаются в одежде, одеялах, средствах гигиены и игрушках для детворы. Давка возле фуры могла перерасти в потасовку, если бы не вовремя подоспевшие сотрудники МЧС. Они разнесли коробки по специальным палаткам, где обычно беженцам раздают все необходимое. Съездные припасы тут же отправились в полевую кухню. Ну а книги с игрушками пришлось сразу раздать самым нетерпеливым переселенцам – детям. Конечно, это стресс, это человеческое горе, это, к сожалению, всплытие вверх таких негативных человеческих качеств, как жадность, когда коробки рвут на части. И с одной стороны, мы понимаем, что люди находятся в крайней нужде, а с другой стороны, это нечеловеческое поведение. Ну что же делать? Люди поставлены в эту ситуацию. Поэтому такие противоречивые чувства. Но самое главное, итог этого дня – то, что сделано дело. На следующее утро фура уже была в Ростове-на-Дону. Активисты комсомолки доставили груз в общежитие университета, где сейчас расквартировано несколько десятков людей из Украины. Оставшиеся после лагеря гуманитарки для них оказалось довольно много. Поэтому часть коробок было решено передать на склад ростовского волонтерского движения «Доброе дело». После своей основной работы добровольцы развезут их по семьям беженцев, которые расселены ими по всей Ростовской области. Илья Богомолов, Ольга Гопала, Комсомольская правда, Ростов-на-Дону.